Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Благоустроить 250 кировских дворов обещает власти в течение ближайших пяти лет. Об этом говорится в программе формирования современной городской среды, утвержденной властями Кирова до 2022 года. Также предполагается обустроить 12 общественных территорий. В перечень работ по благоустройству дворов войдут ремонт проездов и тротуаров, установка скамеек, урн и освещение, организация детских и спортплощадок, озеленение, оборудование парковок и установка малых архитектурных форм. В скверах появятся пешеходные и велосипедные зоны, на водных объектах будут устроены набережные и места для купания. За пять лет на программу город планирует потратить более 60 миллионов рублей. Источник финансирования городской бюджет и внебюджетные источники, сообщает Айки Рефро. Дайджест недвижимости. Депутаты Госдумы попросят правительство запретить выселять котов и кошек из подвалов. Обращение с просьбой внести соответствующие изменения в технический регламент готовит Комитет по экологии и охране окружающей среды. Глава комитета Владимир Бурматов поясняет, что сейчас окна в подвалы закрыты и коты не могут ни войти, ни выйти. Из-за этого в подвалах плодятся грызуны, а оказавшиеся замурованными кошки погибают. Сложившаяся ситуация связана с положением постановления госстроя правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда от 2003 года, согласно которому должна быть обеспечена защита помещений от проникновения животных, грызунов, кошек, собак. По словам Бурматова, техрегламент надо изменить так, чтобы были соблюдены меры антитеррористической безопасности, и при этом в подвалы могли проходить животные зимой или в тот момент, когда их жизни угрожает опасность. Как уточняет РБК, только вопросами котов правозащитная деятельность Бурматова не ограничилась. Он также требует открыть чердачные окна для птиц. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.